Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствую только в своем деревенском дневнике очень многодетные мамы. Вы, наверное, замечаете, а может и не замечаете, я не знаю, но я-то точно знаю, что под моими видео часто бывают комментарии, точнее, в основном, комментарии только хорошие. Вот, да, у меня комментарии под видео модерируются, и все плохие комментарии я удаляю. Вообще, я человек очень позитивно настроенный, оптимистичный и хочу дарить людям радость. В том числе, я забочусь о своих зрителях, чтобы они, заходя на любое мое видео, не черпали ложкой грязь, которую любят оставлять некоторые личности. Их в интернете называют хейтерами, но я не считаю, что здесь, знаете, каждый второй хейтер. Есть просто «одаренные люди», в кавычках, которым нравится изливать какашки и приносить их на канал блогеру. То есть, они считают, что раз человек стал публичным, раз он вышел в YouTube, то можно ему писать все, что он хочет. Я так не считаю и не разделяю это мнение, поэтому я очень жестко модерирую, и каждый неудобоваримый, скажем так, комментарий я удаляю. И считаю, что я имею полное право на это. Мало того, мне эти люди совершенно не интересны. Я не думаю, что они мои подписчики. Может быть, они, конечно, смотрят мое видео, но это уже их право, которое я не могу, к сожалению, их лишить. А так бы я бы еще и запретила на себя смотреть. Все, к чему я это веду. А к тому, что комментарии я теперь открою. Открою так, как они есть. И пускай эти люди пишут все, что хотят обо мне, о нашем хозяйстве, о нашей семье. Почему я так вдруг резко решила поменять тактику? Ну, потому что, во-первых, сами понимаете, весь негатив я пропускаю одна и чисто только через себя. Я делюсь и стараюсь делиться с людьми позитивом, радостью. И, может быть, в каких-то моментах я рассказываю о насущных проблемах, но я стараюсь не жаловаться. И вы это все прекрасно знаете. Это все привело к тому, что мне перестали доверять люди. Да, именно так. Вы представляете? Для меня это было целым открытием. Меня считают большой лгуньей, вруньей, мошенницей и так далее. Почему? Да потому что не может быть деревенская жизнь легкой, радостной и солнечной. Почему не может? Ну, потому что это бесконечный адский труд, это жизнь без отпуска выходных, это в любом состоянии встань и иди за этой коровой, убирай навоз, это постоянно вонючие руки, грязные ноги, это постоянно мухи. Нет больничных, нет праздников, вообще ничего нет, кроме грязи, вони и мата, потому что у нас в основном, знаете, люди, которые держат животных, матерятся. Не знаю уж, почему так завелось, но скотина обычно доводит деревенского жителя до состояния белого кипения, и он частенько матерком всю свою скотину поливает. Я же человек особенный, возможно, немножечко фанатично повернутый на жизни в деревне, и мне, как человеку, скорее, нездоровому со стороны, очень нравится и навоз, и грязь, и запах. И вместо того, чтобы эту скотину матом поливать, я ее крещу и благословляю. И когда я готовлю молочные продукты, я молюсь и заряжаю, хоть и нет такого, в принципе, в православной вере понятия заряд энергии, но тем не менее, молитва, я думаю, делать свое дело и во время приготовления этой пищи благословляется Богом. Как-то меня спросили, Оля, зачем ты показываешь только хорошее? Почему ты не покажешь плохое? Почему ты не показываешь свои отекшие, опухшие руки? Что ты на последнем месяце беременности ходишь за этой скотиной, доишь этих коров, бесконечно перерабатываешь молоко? Почему ты не показываешь капли пота, которые текут и ручьем у тебя солба? Ты спишь 4 часа в сутки урывками, потому что у тебя куча маленьких детей. Почему все время, все время, все в таком сказочном, сладком, сахарном, позитивном настрое на твоем канале? Люди перестали тебе доверять, люди не верят, что так может быть. Дело в том, что это все-таки огромная ответственность. Показывая так жизнь в деревню, ты провоцируешь людей на переезд, на покупку той же самой коровы. Да, кстати, я знаю, что многие из вас действительно, глядя на меня, купили коров, кос и так далее. Я раньше даже этого бояться начинала. И я ответила, и я ответила, потому что это очень для меня просто ответить. А то, что меня наполняет, а то и исходит из меня. Я смотрю на проблемы под другой призмой. Я не тот человек, который родился в деревне. И у меня была возможность сравнить. И до сих пор она остается. И да, у меня очень много проблем, которые меня могли бы очень сильно расстраивать. и я даже могу об этом с вами поговорить в любой момент. Я могу начать свой рассказ о расклёве кур, которые расклевали себя насмерть, закончить судом, который до сих пор идёт по нашим детям, и продолжить какими-нибудь болезнями и проблемами, связанные с коровами. И вы знаете, что я делюсь с этим. Но я не хочу, я не хочу бесконечно утопать в этих проблемах. Я хочу смотреть дальше, выше них, потому что они приходят и уходят. Другой момент, что я перестала вызывать понимание, во-первых, ну и жалости. Люди беспощадно просто ко мне начали относиться и стали меня называть обманщицей. Я не хочу на это обижаться. Я просто не могу на это не реагировать. Поэтому это видео, оно имеет вот такой эмоционально окрашенный характер. Да, я устала. я действительно очень сильно устала от комментариев, которые мне пишут мои зрители. И что я хочу сказать. Во-первых, я больше не хочу удалять плохие комментарии. Можете писать их сколько угодно. Но и в то же время я больше не хочу вас убеждать, что у меня все замечательно и хорошо, что мы живем просто сладко и красочно. А буду вам рассказывать все как есть. Да, у нас есть кредиты и у мужа и у меня на 5 лет. Да, мы покупаем в долг. Да, я не сплю ночами и думаю, где бы мне взять деньги. Да, я снимаю каждый день видео, потому что я хочу заработать с Ютуба. А Ютуб не монетизирует мои видео, потому что я их снимаю натуралистически. Роды коров, зарезка свиньи. Да, я не хочу снимать себя, потому что есть люди, которым мне просто не хочется показывать свое лицо. И я, скорее всего, не выдержу критику, которая на меня обрушится, потому что я выгляжу сейчас не очень. Почти два года. Почти два года я веду канал. Почему я его веду? Почему я вообще его открыла? Зачем мне это надо? потому что мои друзья близкие сказали, что хорошо бы, если бы о тебе узнали люди, которых ты могла бы вдохновить на что-то, могла бы поддержать своим примером, научить чему-то. Потому что ты такая, какая ты есть, и ты интересная, и ты нужная. Я почувствовала эту нужность, когда на канал стали люди приходить, приходить все больше и больше, и за год вас стало 13 тысяч, а за следующий год стало 93 тысячи. Я всегда ощущала эту нужность, потому что от вас шла поддержка, доброе слово, и даже на фоне большого количества негатива я выстаивала. А сейчас я устала. И я считаю, что я имею право на это сказать. Я могу говорить то, что на самом деле происходит. Я устала ни от навоза и ни от коров, хотя это безумно тяжело. Ежедневно в любом состоянии идти к скотине. Особенно тяжело, когда ты еще находишься дома. У тебя болит спина, болят руки, отекшие ноги, бессонная ночь. Все дает знать о себе. Но как только ты приходишь в сарай, я говорю про себя, все отпускает. Я люблю, я люблю своих коров, я люблю своих коз, свиней, кур. И вы знаете, это похоже действует. Именно поэтому они чистые, ухоженные, накормленные, красивые и дают много молока. А не потому, что я хочу вас обмануть или хочу что-то придумать. Нет, я не хочу ничего этого. Я тысячу раз говорила, вы не верите мне, приезжайте, хоть на денек, приезжайте, и вы увидите нашу жизнь такой, какая она есть. А она такая, какая я вам ее показываю. Просто я смотрю на нее по-другому, не так, как вы. Один человек мне напишет, Оля, почему у вас еще до сих пор нет гусей и нутрий? А я ему хочу ответить, но сдерживаюсь, правда, хочу ответить так, дорогой, приезжай, я даже на свои деньги куплю этих животных еще плюсом к тому, что есть, и ты будешь за ними ходить абсолютно бесплатно. Где ты будешь жить, я не знаю, на что ты будешь кушать, я тоже не знаю, но ты будешь ухаживать за этими животными и они появятся у нас таким образом в хозяйстве. Люди смотрят и не понимают, у меня же все так хорошо, все так легко и просто, почему у меня нет нутрий, почему у меня нет гусей, почему бы нам не завести еще Алабая или еще пару-тройку коров, а почему мы вообще не занимаемся быками, откормив быков, это потому что, потому что люди не верят, что мы в две руки справляемся с этим хозяйством, и как нам тяжело, я просто не показываю, а не показываю не потому, что это злой умысел, а потому что это мой настрой, позитивный, настрой на жизнь. Вот как я на это смотрю, то я и передаю вам. Моя камера это мои глаза, мои слова это мое сердце и моя душа, и чем оно наполнено, то оно и выдает. Плевать, что сейчас напишут, что я оправдываюсь, я не оправдываюсь. Плевать, что мне и после этого видео не будут верить, плевать. я пришла на YouTube на голом энтузиазме, не заработав ни копейки целый год и осталась. Я хочу сейчас зарабатывать деньги, конечно, это моя домашняя теперь работа, но я считаю, что она заслуженно оплачивается, потому что я очень много работаю. Есть такая смешная поговорка, кормят ту скотину, которая дает молоко, или кормят ту лошадь, которая везет. Я считаю, что я везу в полной мере. В полной мере везу тот ввоз, который дал мне Господь, дал нашей семье Господь. И возможно, я знаю, что, смотря мой канал, многие люди вдохновляются, вдохновляются на переезд, вдохновляются на покупку животных и, может быть, даже кого-то в трудную минуту смогла поддержать. И я буду очень рада, это узнать. Но мне и самой нужна поддержка. Очень нужна поддержка. Наверное, на этом все. Спасибо за внимание.